Всем привет! С вами Леся и сегодня у нас будет обзор на коробочку Look Fantastic. Не прошло и трех недель, наконец-то коробочка декабря ко мне доехала. Впервые, конечно, такое, но я думаю, что это связано с предпраздничными днями. И не знаю, там в Великобритании откуда идет эта коробочка, возможно, какой-то завал или еще что-то. Ну, в общем, наконец-то она до меня дошла. Естественно, к этому времени я уже давным-давно знала, что здесь будет, потому что я смотрела и зарубежных блогеров, которые первыми получают данную коробку, и, если честно, была разочарована. Потому что, как нам прогнозировали анонсом, это должна быть очень классная, супер-пупер декабрьская предпраздничная, а то и вообще праздничная коробка с офигенным составом. Но, к сожалению, состав тут, на мой взгляд, далеко не офигенный. И это моя пятая коробка, и она мне больше всего не понравилась. И причем, девчонки, я стараюсь судить как-то не субъективно, а объективно. То есть, даже когда, в прошлую, да, по-моему, коробочку, да, я не пользовалась, не пользуюсь бомбочками для ванн, не пользуюсь какими-то нюдовыми помадами. Но, если так в целом посмотреть состав, я могу, да, сказать, это реально классный состав. Но здесь, конечно, я разочарована. Ну, давайте же приступим, приступим. Здесь у нас шесть продуктов. Коробочка очень классная, действительно, она красивая, праздничная, все супер. Здесь был, конечно же, еще журнал, но он на английском. Не думаю, что это кому-то интересно. Я его уже выбросила, так как коробочку получили мы утром, а я уже выходила, а видео снимаю уже ночью. Да, и также здесь была листовка, но в этой листовке не было, кстати, дразнивки на следующую коробочку, поэтому я тоже не придала значения этой листовке. И, в общем-то, ну, буклетику, да, тоже его выбросила, так как он никакой ценной информации не несет. Коробку я, конечно же, открыла. Кстати, сама посылка выглядела просто печально. То есть, вы представляете, да, три недели вообще там по разным странам она кочевала. Ну, и давайте посмотрим. Здесь у нас шесть продуктов. Я уже там все подоставала. И давайте начнем. Начнем с того продукта, о котором был анонс. Это вот такой вот продукт. Он полноразмерный. Это у нас марка Botanicals. И здесь у нас сыворотка для глаз. Это полноразмер, довольно-таки хороший объем. Так, у нас здесь 15 миллилитров. И, если честно, я была рада, да, когда был этот анонс. Но оказывается, что это масляная сыворотка. И, согласитесь, масляными сыворотками не все далеко пользуются. И это не самый такой универсальный вариант. Я думала, кстати, да, что эта коробочка будет более какая-то универсальная, знаете, так, чтобы плюс-минус всем понравилось. Но нет, здесь реально масляное. Может быть, оно не сильно масляное, но все равно там есть масло. У меня область вокруг глаз, веки, это самая жирная область. То есть, если у меня лицо, оно жирное ближе к нормальному, да, то веки вокруг глаз это самая жирная область у меня. И, ну, какое масло. Оно мне все там просто запьет. Вот поэтому я разочарована и, конечно же, подарю. Кстати, коробка там, ну, вообще, такая вот, посмотрите. То есть, это не я ее надорвала. Она такая, видите, поднадорванная. Уже как-то, ну, в чем дело? В чем проблема? Это у нас первый продукт. Далее, девчонки, у нас вообще весьма странный продукт. И я считаю, таким продуктом вообще не место в коробочках красоты. Если они и будут там, то просто как дополнение, а не как продукт, занимающий место другого продукта. Это очень-очень странный продукт для коробочки красоты. Это вот такой вот спрей 10 мл The Swarps. И это у нас спрей, который вы на ночь наносите на подушку, ложитесь спать, и этот аромат должен вас успокаивать серьезно. Я вам, девочки, так скажу, что если моя подушка чем-то будет пахнуть, кроме, мне кажется, ничем она не должна пахнуть, то я в жизни не засну. Если я ее еще надухаю, мне еще и дурно станет ночью. Я не знаю вообще, кто пользуется подобными продуктами, кто духается, либо же наносит какие-то спреи на себя, на подушку, на постельное белье, и ложится, и спит в этом благоухании. Может, кого-то это, конечно, и прет, но я считаю это недопустимо. Сон не должен быть таким, и ничего не должно раздражать как-то. Поэтому я вообще не понимаю этого продукта вообще впритык. Это даже не косметика. Я не знаю даже, к чему это отнести. Я не пшикала это, потому что я не буду себе оставлять. Здесь немножко пахнет лавандой, ну, из колпачка. Насколько я понимаю, это просто должен быть такой довольно достаточно насыщенный аромат лаванды. Лично я себе не представляю, как я его могу использовать в быту, поэтому я отдам кому-нибудь. Может, кто-то просто будет брызгать как в комнате. Не знаю. Ну, в общем, это очень странный продукт. Я по поводу него вообще отдельно негодую. Далее у нас скраб для кожи головы. Так. Так, так, так. Crow Corgis Scalp Detox. У нас здесь 50 мл. Девочки, я не пользуюсь подобными продуктами, скрабами, потому что у меня волосы, они пышные, они путаются, они кудрявые, они волнистые, они просто как неуправляемая копна, которая всю жизнь со мной не дружит, но находится на моей голове. И мне просто данные продукты неинтересны. Настолько неинтересны, что вообще неинтересны. Я не открывала ни крышечку, ничего, не нюхала аромат, потому что я не буду этим пользоваться. И вообще особо я не вижу смысла, зачем скрабировать кожу головы и как это потом все вымывать. Ну, мне кажется, это уже просто... Да, это, наверное, массируют, это якобы должно придать больше росту волос. Ну, честно, блин, я считаю, это просто полной чепухой. Поэтому я пользоваться этим не буду, тоже у меня идет на подарок. Как мы видим, пока мне ничего не заинтересовало, чтобы оставить себе. Далее у нас четвертый продукт. Это у нас полноразмер от Карл Лагерфельд. Карл Лагерфельд не представлен у нас в России, и я безумно хочу попробовать данную косметику. Это очень крутой модельер, и очень хочется попробовать какие-то продукты, особенно вот эти вот дизайн с кошечками, так как он кошатник, у него кошечка шупет, и эта кошечка фигурирует очень часто в дизайнах. Да, я люблю смотреть всякие такие передачи. Я не модница, но мне нравится смотреть там топ-модели, всякое такое по-американски, по-украински. И, в общем-то, я немножечко так знаю, кто что и с чем их едят. Но этот карандаш, девочки, это карандаш для бровей. Это карандаш для бровей, и так как я брови не крашу... Так, это у нас оттеночек какой? Сейчас посмотрим. Вот, видите, сам вот Карл. Фокусируйся. Камера противная, зараза. Ну, тут просто маленькая картинка, вот Карл сам. Как всегда в очках. В общем, и так как я не пользуюсь никакими карандашами для бровей, я единственное, что могу использовать гель, просто чтобы как-то привести, знаете, форму в порядок, чтобы они не торчали. Возможно, цветной гель, но карандашами, графичные брови я не рисую. Во-первых, у меня длинная челка, в основном она закрывает брови. Единственное, когда я ее там могу ровнять, могу рубануть, и челку там хорошо подстричь, видны брови, но все равно это все отрастает, и их просто даже не видно. Так, вот такой вот карандашик. Так, Made in Taiwan у нас. Так, так, так. Ну, это какой-то средний коричневый, по-моему, вот где-то я в описании читала. Вот такой вот карандаш, то есть он гелевый идет, такой вот коричневый. К сожалению, тоже я им воспользоваться не могу. Поэтому тоже уходит на подарок. То есть это четыре продукта. И дальше у нас два продукта, которые я себе оставляю, буду ими пользоваться, и которые представляют для меня какой-либо интерес. Это, во-первых, марка Ilamasco. Я никогда не пробовала данную марку. Очень красивая такая коробочка у нас идет. И здесь у нас база-праймер под макияж 7 мл. Очень такой стильный, черный в упаковочке. Мне нравится. Здесь вот так вот это все. Это щита. Вот так вот это выглядит. Достаточно такой приятный, нейтральный аромат. Я люблю базы. И с удовольствием, конечно же, воспользуюсь данным продуктом. Действительно, мне интересно. И мне кажется, это действительно тот продукт, которым, ну, воспользуются 70, по крайней мере, процентов девушек. Потому что, ну, большинство используют сначала какую-то базу, праймер, а потом наносят тональный крем. Так, и еще один продукт у нас, как вы понимаете, тоже, это уже идет третий полноразмерный продукт. То есть, вот, для глаз, карандашик. И у нас идет спонж для макияжа Look Fantastic. Такой вот спонжик. Конечно же, я его себе оставлю, пока пользоваться им не буду, потому что у меня есть. Я покупала от Givenchy, сейчас им пользуюсь, он мне нравится. Но спонжи никогда лишними не бывают. Я вот за то, что пусть в каждую коробочку лучше кладут какие-то спонжи, кисти, расчески, какие-то аксессуары, чем вот подобную вот эту вот, такую вот фиговщину. И мне нравится то, что вот это скошенный такой, то есть, им удобно будет прорабатывать под глазками, там, носик и всякое такое. Вот такому продукту я рада. То есть, вы понимаете, из четырех продуктов здесь я себе оставляю всего лишь два. И ламаска, и Look Fantastic спонж. Конечно же, это все индивидуально, и кому-то может быть понравится эта коробка. Ну, все-таки, знаете, как-то я считаю, что перед праздниками могло бы быть и лучше. Ну, имеем, что имеем. В любом случае, теперь будем ждать январь. Надеюсь, он не будет так затерян, как данная коробка. Всем спасибо за внимание. С вами была Леся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok